Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы продолжаем съемку в саду питомниководой ландшафтного дизайнера Ольги Чиненковой. Большого специалиста по розе морщинистой, розе ругоза. Замечательные сорта и гибриды, о которых мы уже сняли несколько роликов, но их все равно осталось еще очень много. Они продолжают цвести, цветут даже в сентябре и до октября. Некоторые из них начали цвести новой волной. И мы, конечно, не могли о них снять еще одну передачу. Но сегодня мы расскажем не только про сорта, но и про агротехнику. Но начнем, конечно, с того, что сейчас находится в цвету. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Андрей. Ну, расскажите, да, что за розочка, которую вы нас привели? Да, перед тем, как мы с вами начнем говорить про агротехнику, около сорта Сявола, который мы уже вам рассказывали и показывали, хочется показать еще два сорта тех же селекционеров финских. Это Питер Джой, Кахил и Кангас Пунта, которые вывели на самом деле очень хорошие сорта, по моему мнению. Сейчас мы про них расскажем. Вот сорта, с которой мы сейчас рядышком стоим, тут можно показать, сколько бутонов еще будут распускаться. Сорт называется Сойнту. Это был первый сорт из гибридов Ругос, который был зарегистрирован этими селекционерами финскими. Что интересно, обратите внимание, кстати, Сойнту переводится как аккорд. И это как раз говорит о том, какие крупные и плотные соцветия образует этот сорт во время, особенно первой волны цветения. Сейчас у нас такое своеобразное лето, и засуха была, набирает уже не такие крупные соцветия второй волны цветения, но все равно виден сам цветочек. Цветочек небольшой, скажем так, полумахровый. Летом, на самом-то, надо отметить, что цветение получается как яблочный цвет. Все цветы разного оттенка розового, какие-то более темные, какие-то более светлые. Сейчас они как-то все уже светлые, да, кажутся, но мы покажем на фотографии летнее цветение, и вы увидите, какое разнообразие внутри одного соцветия. Сорт имеет запах. Вот поскольку вы у нас всегда нюхаете, сейчас, конечно, вечер, но я думаю, запах и присутствует. Да, запах присутствует, он не сильный, но... И очень приятный запах. Такой, да, приятный, не шиповниковый запах. Эта роза не вырастает такой большой, как Сявел, по крайней мере, как заявлено у финнов на всех сайтах. Хотя Сявел вообще была тоже показана вначале где-то до метра, потом они ее увеличили где-то до метра двадцати. Но в итоге мы сейчас увидим, она уже выросла далеко за два метра, поэтому я не знаю, что ждать от сонь. Тем более, что показано на многих фотографиях, и финны пишут, что их можно сажать в одну живую изгородь. Но все-таки это считается сорт более низкий. Я думаю, что он будет где-то до полутора метров, скорее всего, но ничего не могу сказать. Ну, такая оптимальная прям высота полтора метра. Очень аккуратная розочка, посмотрите, какой красивый лист. Вытянутый, заостренный, блестящий. То есть вообще не похож, опять же, на лист обыкновенной розы ругоза. Согласитесь, да? Вот, опять же, что интересно, не завязывает плодов. Почему это может быть хорошо для гибридов ругоз? Если для продления цветения гибридов желательно удалять отцветшие цветы, чтобы не завязывались плоды, то здесь вообще ничего не надо делать. Если вы хотите именно держать розу только для цветения, то не надо просто даже особо срезать отцветшиеся цветы, они сами осыпаются, роза сама очищается, куст всегда хорошо выглядит, сразу же выгоняет вторую волну, третью волну по мере отцветания. То есть практически непрерывное цветение. Непрерывное цветение и минимум ухода, и минимум даже подхода к этой розе. Что еще хочется сказать про нее, что вот в прошлом году, она у нас уже сидит здесь два года, она в зиму уходила у нас с бутонами. И мы, если честно, волновались, призимуют ли эти ветви. На самом деле мы срезали только буквально самые макушки с бутонами, ну вот где-то вот так вот. Перезимовали полностью все побеги до самых макушек. Это была зима, минус 27 градусов. Так что вот у этой розы даже не надо волноваться, если побег и не до конца вызрел. Вот такой сорт сониту. И в осень просто можно на цветение обрезать сразу же. Ну, в общем, это... Один раз. Да. Забегая вперед про агротехнику. Нет, про агротехнику нет. Вообще в осень лучше ничего не обрезать, если честно. Ой, как хорошо. Да, лучше все обрезать весной. Черт. Я думал, вы скажете, можно вообще ничего не обрезать. Это мы поговорим попозже про агротехнику, более подробно. Давайте подойдем сюда. Здесь совсем маленькая розочка пока еще. Это тоже розы этих же авторов. И я думаю, что тем, кто интересуется гибридами рукозы, будет особенно интересно, потому что этот сорт даже в Финляндии-то купить сложно, если честно. Настолько он еще пока мало где продается. Сложно было его найти. Вот эта роза называется сюки. И если у нас сявел мелодия, сонь, то аккорд. А сюки в переводе это ритм, ритм сердца. То есть вообще все они музыкальные. Все сорта музыкальные. Понюхайте, он тоже имеет запах. Ой, запах гораздо интенсивнее. Он даже интенсивнее, чем у сявел, кстати. Интенсивнее. Но обратите внимание, это практически копия сявел и по листу, и по цветку. Только другой цвет цветка. Все одинаково. Такая же должна быть сильная. Я уж не знаю, на какой высоты она вырастет на самом деле. Но есть фотографии, есть у меня фотографии из финского журнала, где эти розы находятся именно в одной живой изгороде сявел и сюки. И это очень красиво, потому что практически одинаковые цветы, одинаковые кусты, одинаковые листья, только разный цвет. То есть их можно... И при этом гамма цветовая одинаковая, опять же, розовая. То есть тут более интенсивная, там более светлая, белорозовая. Но они очень хорошо сочетаются вместе. Нет, очень неизящный такой цветок, кружевной, он не крупный, но одновременно довольно плотно набитый, такой, как розочка настоящая. И опять же, много бутонов, хотя... Гроздь целая. Да, вот если у сявола, это совершенно нормально, что там 25-30 бутонов, не знаю, сколько будет здесь, но вот тут уже видно, что это больше 10, это уж точно порядка 15. Это еще молодая роза, она растет первый год, и за первый год она выросла уже вот таким хорошим круглым кустиком. Но побеги, я смотрю, у нее будут гораздо более мощные. То есть это вот такие слабенькие побеги первого года посадки, а будет она, будет здоров. Да, и цветет с первого года. Кстати, попала нам эта роза благодаря нашему питерскому энтузиасту, любителю, кстати, тоже неукрованных роз. И знатоку этих роз, и даже селекционеру, Елене Мумриной, за что ей большое спасибо. Я думаю, мы бы не скоро нашли этот сорт. Это прекрасно, потому что то, что вы привозили в этом году в Европлан, уже практически все роз купили, а люди уже хотят каких-то новиночек. Да, люди всегда хотят. Когда вы будете черенковать какие-то новые, хорошие, интересные сорта. Вот мне эта розочка очень приглянулась, да, прекрасная. Вот пускай подрастает. Ну что, чем еще удивите нас сегодня? Ну, это уже роза не финская у нас здесь, да? Это, кстати, роза Остина. Мы знаем, что у него большая коллекция красивых садовых роз. Ну, кто же не знает розы Остина? Да, но в то же время у него есть и гибриды ругозы. Вот эта зацветающая молодая розочка. Эта роза называется миссис Дорен Пайк. Вот такая нежно-розовая. Цветы только еще раскрываются. На самом деле у нее пуговица, а не цветок. Вот я вижу, отсветший, да, он достаточно такой был пухленький. Да, я потом приложу фотографии к видео обязательно, именно уже распустившегося цветка. Роза будет более низкая. Невысокий куст. Видно, как он широко начинает нарастать и стелиться. Второй же сорт полноценный, скажем так, гибрид ругозы. Высокая роза называется Вал Эдрик. Но она сейчас, на сожалению, не цветет, поэтому мы ее не будем показывать. Это вот миссис Дорен Пайк. Понюхайте. Ну, интересно, то, что это американский сорт, потому что, по-моему, у нас еще не было американских сортов ругозы. Английский, по-моему. Английский, английский. Остин, господи, забыл, да. Слушайте, ну, такой еле-еле ощутимый. Слабенький. Да, да, слабенький запах, но очень интересный цветочек, потому что, да, он ярко такой розовый внутри. Красивый, да. И пуговица большая, это она сейчас все-таки уже завяла, да, а так это вот такой цветочек, хороший, хороший пуговица. А потом можно сказать, у меня в саду зацвели остинки. Да, да. И не думайте, что у нас только какие-то там шиповники. Нет, листва очень хорошая, такого салатового оттенка приятного. И вообще низкая роза, которая, похоже, будет низко и оставаться. Наверное, поднимется вот примерно до метра, скорее всего. Ну, компактные кусты, да. На передний план посадить очень. С ними всегда проще, потому что для них не нужно много места. Да, да, да. Что немаловажно. Ну, а теперь давайте поговорим об агротехнике возле сявол. Покажем ее нормальный цвет. Работаем. Ну, вот мы опять подошли к сорту сявола, которую мы рассказывали вам в конце июня, да, впервые здесь. Видите, до куда он дорос? Это уже даже не два метра. Мне даже трудно сказать, сколько там метров. Вон там цветы на фоне сирени. И совсем другой цвет у зефирок. Мне понравилось большое название этих цветов, зефирки. Да. Более розовый, более крупный цветок. Вот обычно такой цвет у этого сорта и есть, когда не жарко. Ну, а теперь давайте поговорим более плотно об агротехнике. Очень много было вопросов, и это все справедливые вопросы, потому что мы так их называем гибриды розы мужчиналистые. На самом деле это всегда сложные гибриды. В селекции участвуют и палеантовые розы, и флорибунды, и даже чайно-гибридные сорта. Поэтому ждать от такого сорта, что он будет так же неприхотлив, вот абсолютно неприхотлив, как простая роза ругоза, не следует. Хотя есть и такие, в общем-то, сорта. Но давайте отметим, что необходимо растению, чтобы хорошо расти. В первую очередь, грунты, свет, влажность, то есть полив для почвы. Ну и дальше уже приемы агротехники. Самое главное, чтобы эти кусты в дальнейшем росли и не доставляли каких-то неудобств и сложностей в уходе, это обязательно посадить их в суглинки. Мы на своем опыте уже убедились и не один раз, что высаживая эти кусты в супеси, то есть песчаные почвы, мы никогда не получаем хорошего результата. Это получается более низкие, более слабые кусты, более мелкие соцветия, не всегда получается даже увидеть полноценный цвет этого цветка, они могут быть более бледные. Они будут расти, они будут цвести, все будет, но это будет не та роза, которую можно получить, просто посадив ее в суглинки. То есть желательно, если у вас песчаные участки, сделать посадочную яму глубиной хотя бы сантиметров 50, а лучше даже и 60, потому что не глубокая корневая система, и обязательно заполнить ее суглинками. Суглинок, в принципе, более питательный, чем песчаная почва. Вам тогда не придется ее не кормить лишний раз, меньше поливать. То есть мы свои розы, честно вам скажу, мы их не кормим. Мы вообще, в принципе, не особо удобряем сад, потому что все время используем органическую мульчу. И хвоя у нас здесь, и компосты у нас здесь, это не навозы. И этого достаточно этим кустам для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Второй момент, который обязательно надо отметить, это солнце. Конечно, хорошо они себя показывают, полностью, полноценно. Это на хороших освещенных местах. В полутени они тоже растут. Мы видим, и вот мы Ритаусму показывали, она у нас около забора в полутени. В принципе, у нас весь участок такой в полутени. Но мы видим, какой результат выходит тут наш питомник и наши объекты, когда эта роза посажена в хорошую посадочную яму с углинками и на полном солнце. Это совершенно другой вид. Это обильнейшее цветение, крупные соцветия. Даже надо сказать, что на солнце те сорта, которые могут болеть мучнистой росой, черной пятнистостью, они практически ей не болеют. Благодаря тому, что эпидермис листа становится более плотной, и этих болезней, в общем-то, не случается. Третий момент – полив. Да, действительно, розы, если их не поливать во время засухи, они останавливают эту волну, следующую волну цветения. И поэтому, если вы всё-таки найдёте момент и польёте эти розы, то вот этого перерыва в цветении можно избежать. Особенно, кстати, вот такого сорта, как сявел, который цветёт практически постоянно, или вот сонь, то тоже она может свести практически постоянно. Но если вы не польёте, конечно же, роза не погибнет, и потом опять же даст цветение. Но если есть такая возможность, лучше их поливать. И дальше очень важный момент – не надо их лишний раз подкармливать. Не надо к ним относиться, как к садовым розам. Мы вот привыкли, да, что садовые розы надо обязательно весной покормить, летом надо купить очень дорогое удобрение, там, поконы и так далее. Вот если вы посадили в суглинки, если вы даёте им органику, то да, компосты, либо скошенную траву, там, неважно, что у вас там есть, в хозяйстве сена там замульчируете, то, в принципе, уж если очень хочется, и руки чешутся, да, то вы можете дать весной подкормку, весеннюю, но это даже не удобрениями для роз, где очень много азота, а лучше дать универсальное удобрение уж тогда один раз. И если очень хочется, дать, скажем, в августе осеннее удобрение один раз. Но если даже вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдёт. Им достаточно. Почему? Не надо их перекармливать для того, чтобы побеги успевали взоревать. Всё-таки мы имеем кусты, которые зимуют в открытом грунте, это очень важно, чтобы кусты успели вызреть, побеги все, особенно последняя волна. Но, опять же, если даже какие-то побеги не вызревают, что хорошо с этими сортами, не страшно, потому что весной вы обязательно сделаете обрезку. Она необходима для хорошего цветения. Именно после обрезки вот этих кустов вы получите именно крупные соцветия с большим количеством бутонов, в отличие от того, что будет много-много маленьких, веточек более слабых и с маленькими соцветиями. Но ещё надо сказать то, что вообще на высоком фоне азотных удобрений растения хуже зимуют. Особенно в нашем климате, особенно если у нас будут дождливая погода осенью. Даже надо сказать, что вообще-то для всех растений характерно, северной полосы, что на высоком фоне азота, дождливая, дождливая осень, растения плохо переносят зиму. То есть виновата не столько холодная зима, сколько дождливая осень и много азота в почве. Поскольку нам самим сложно осознать, да, много мы им внести азот, и мы не знаем, какая будет осень. Лучше не усугублять этот момент и не перекармливать свои растения. Чтобы оно могло подготовиться к зиме. Чтобы могло подготовиться к зиме. Вот такие, в принципе, простые моменты. Если вы их соблюдаете, то эти кусты вам никаких хлопот не доставят совсем. Ну и обрезку, наверное, лучше уже будут обсуждать, возможно, весной. Потому что, единственное, хочу сказать, вот если мы сейчас поднимем ветки и заглянем, то вот этот высокий куст был обрезан у нас, вот видно развилки, где-то вот на такой высоте. Да вы что? Да, то есть вот такая высота куста за лето дала вот такие мощные побеги. Если бы этого не было сделано, куст был бы более рыхлый. Ну, не такой хороший по своему цветению. То есть оно расставит в 3-4 раза после обрезки. Да, да. Ну, обрезку, помните, мы с вами обсуждали уже в самой первой лекции. И ее, наверное, трудно вот так рассказывать. Это, конечно, по идее, надо показывать. Нет, но вы знаете, вы меня немножко успокоили, потому что я, как уже вам говорил, не очень хорошо отношусь к колючкам. А если обрезать надо на такой высоте, то веток будет гораздо меньше. Веток, да, согласна. И это надо делать рано весной, когда еще там ни листьев, ничего нет. То именно рано весной вы делаете эту обрезку на хорошие здоровые почки, которые уже показываются, ну, и получаете результат. Низкая обрезка очень хорошая. Но там свои хитрости, помните, мы о них говорили, побеги стареют. Расскажем, да. Оставим это на весну, потому что наши зрители наверняка дают информацию, вряд ли до весны запомнят. А весной, как вы мне уже обещали, мы приедем, полюбуемся на ваш сад весенний. Когда идет обрезка роз, еще ничего для любования нет. Это только ранняя-ранняя весна. Все только оттаяло. Ну, не знаю тогда, потому что как мы будем выпутываться из этой истории, да. Но помимо обрезки, да, да, да. Придется, может быть, вам с вами встретиться где-нибудь на нейтральной территории в парке Монрепо и обрезать там что-нибудь. Давно хотел там уже погулять с вами. Я знаю, что вы об этом парке очень много знаете. Я хочу сказать, что обрезать нам там с вами никто ничего не даст. Может быть, правильнее показать обрезку на наших розах весной? Ну и, естественно, мы не могли поговорить о питательных свойствах розы морщинистой и ее гибридов, потому что многие из этих сортов также завязывают прекрасные очаровательные плодики, которые тоже можно применять в хозяйстве. И непосредственно не только есть, но и что-то из них еще и делать. Ольга, расскажите нам скорее, как нам применить это в хозяйстве? Нет, давайте мы вначале скажем, что это за сорт. Потому что вот этот сорт, он сейчас, конечно, уже больше завязывает плодов. Видно, какие они красивые, глянцевые, оранжевые. Но и все равно продолжает свистеть. Это сорт Райта, латвийская, правда, селекция Дидрорекста. Кстати, очень необычный, с мелким листом, с крупными шипами. Такой широкий, высокий куст, очень сильный куст. Хорошо держит свою форму. Пахнет. Пахнет прекрасно, да. Да, хороший розовый цвет, потом на фотографиях мы еще покажем его летнее цветение. Но чем еще интересен этот сорт, он считается одним из рекордсменов по количеству витаминов в своих плодах. Причем именно и витамин С, и каротиноиды, то есть это действительно очень полезные плоды. Правда, они оказались мелкие, мы думали, что у него будут крупные плоды, мясистые плоды. Нет, они оказались мелкие, но, видимо, их имеет смысл сушить и заваривать из них, питать витаминный чай зимой. Так что вот все в одном. И цветение красивое, и место сухое он это выдерживает, и куст высокий, да. Вот и наша сосна любимая рядом с ее корнями, и красивые плоды на осень. Ольга, спасибо вам большое. Каждый раз приезжая к вам, мы узнаем какую-то новую информацию. В том числе у нас целый сериал уже образовался про гибриды розы-морчинистые. Я думаю, что у нас по-прежнему, у многих наших зрителей будут к вам вопросы, потому что, безусловно, чем больше информации, тем больше вопросов. Так что я думаю, что мы обязательно с вами еще встретимся, и покажем и весеннюю обрезку, и поговорим о тех сортах, которых мы не застали в период их декоративности. Да, да, то есть постоянно получается так, что цветут до и цветут после вашего отъезда, да. Как-то мы с ними договоримся. Договоримся. На этом все. С вами был канал Европлант Лайф. Ольга Чаненкова, дизайнер-питомниковод питомника Террика. И я, Андрей Смирнов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова